Вот там будет вывеска, карманный парк. Вот эта дорожка будет немножко переделана. На реализацию проекта потребовалось полтора месяца. А сама идея пришла из Европы. Так 300 квадратных метров пустыря превратились в карманный парк с облагороженной пешеходной зоной. Этот карманный парк – это традиция европейская. Европейские города, они очень компактны, в 5-7 раз компактнее, чем город Челябинск. И там нет возможности построить огромных парк, как Пушкино, как наш городской Сосновый Бор или как там парк Горького в Москве. Поэтому они делают карманный парк. По словам автора проекта, карманный парк позволит челябинцам вкусить все прелести загородной жизни, не выезжая из мегаполиса. А кроме живописного вида с уютной беседкой, для гостей парка проводятся интерактивы. Мы опирались на лучшие практики, то есть мы смотрели, какие парки есть в мире и в области, смотрели, какие активности там проводятся. Так как я занимаюсь социальными танцами, конечно же, я сказала, ребята, пойдемте танцевать. И английский тоже с радостью откликнулся и сказал, конечно, давайте проведем, мы всегда хотели. И такие европейские уголки есть где строить. Архитекторы утверждают, Челябинск богат заброшенными пустырями. Но пока карманный парк остается единственным общественным пространством в центре Челябинска на открытом воздухе. Анна Кучина, Егор Голубкин, СТС Челябинск.